Недавно мы, все мальчишки, собрались перед игрой в войну, как обычно разделились на два лагеря. Но на этот раз, прежде чем начать сражение, каждый нашел себе боевую кличку, название какой-нибудь страны. Шагедула, самый сильный из нас, стал Россией, Валидзин стал Германией, Ибрай, сын Искандера, Америкой. Остальные удовольствия с именами Англии, Японии, Франции, Австрии, Турции, Румынии, Кавказ. Я из наших братьев самый маленький. Когда дошла до меня очередь, страны взяли и кончились. Больше стран нет, объявил Шагедула. Вожак сказал, так и остальные голову ломать, еще страны искать не стали. Я сначала растерялся, потом тихонько заплакал. Как же так, прочитала про себя, прямо передо мной страны кончились. Отчего я такой гремычный? Другие люди, как люди, со странами, в свое удовольствие с пылом, жаром воевать будут. А ты один-одинешник, бесчастный, безыменный, стой и смотри в сторонке. Шагедула хоть и дальний, но нам родня. Поэтому, наверное, и пожалел меня. Он почесал свою рыжую голову и выторопал из нее очень дельную мысль. Запамятовал, ребята, на земном шаре еще одна страна есть, очень храбрая, обидчивая. Ужас, какая грозная. В общем, страна. Это Рукавказ. Купо. Ты Рукавказ. Обидчив тот Рукавказ или нет, не знаю. А во мне обидчивости через край. Кажется, Шагедула на мой счет маленько проехался. Но я даже на то, что он меня обидным прозвищем назвал, не огрызнулся. Чтобы одно поднять, в другое положить приходится, говорит мой отец. Подумаешь, Купо? Рукавказ и перед тысячу Купковки спасают. Наверное, в это праздничное утро вожак решил бросить боевой клич. Иначе он меня Рукавказом не откликнуло. Когда я прибежал, мальчишек было полон проулок. Только асхата не было. Кто семечки лузгает, кто треском тушеную черемуху жует. Та-та-та-та-та-та-та-та, сказал Ибра, обойдя вокруг я. Прямо купец Макаровский. Только часов не серебряной цепочкой. Нет, есть. Вот и цепочка висит. И он дернул порядком с Сашей коней, завязывая.